Рад победе. Сложный соперник. Рад, что выиграли. Рад, что дальше участвуем, дальше продолжаем борьбу. Мы в конкурсе, мы в шоу. Я этому рад. Спасибо футболистам, что реализовали то, что мы хотели. И спасибо болельщикам, что поддержали. Хороший матч и хорошая победа. Владимир Сергеевич, вопрос первый. Мышенко, так видимо, уже набрал форму. Довольны ли вы игрой Мышенко? Да, набрал кондицию. Прошлая игра не совсем удачная была. Парень беспокоится, футболист беспокоится о том, что не получает должного времени. Я рад, что он вышел, сыграл хорошо, забил гол. И тут вопрос опять же о мастерстве его уровня. Тут сомнений никаких нет. Вопрос просто был интеграции. Тяжело приходить в середине сезона, тяжело приходить в середине августа. И максимально быстро себя реализовать за короткий промежуток времени, адаптироваться в новом коллективе, адаптироваться к тренерам. Ну и я скажу так, потому что он эффективно это решает. Ну и опять же я рад, что он сегодня забил и рад, что он все хорошо прыгнул. И вот, собственно, замена ему была бы вызвана тем, что просто вы решили его побить? Тут в первую очередь вопрос, что это плановая замена была. Плановая замена был Гомзе и плановая замена был Заяц. И вопрос, когда бы это состоялось. Ну, как только Богдан перестал доигрывать интенсивно в обороне, ну, пришлось, не пришлось, а мы использовали то, что мы планировали, сделали то, что планировали. Рад, что не мешался судейский фактор, как это было в первом матче. Ну, здорово, не пришлось никаких рокировок. То, что мы планировали, мы реализовали. Я этому рад. — Следующий вопрос такого характера. По сути, оптимальный состав, да, перед игрой с Шахтером Солигорским, и не было ли опасений кого-то как раз-таки поберечь из ребят, то есть выйти, скажем так, не самым оптимальным составом, учитывая все-таки с каким соперником играть? — Знаете, я скажу так, я не считаю, что мы должны кого-то беречь, кого-то не беречь, по той простой причине, что, как я понимаю, мы недооценим соперника. Соперник сегодня был серьезный и не менее серьезен был, чем у нас будет предстоящая игра в среду. — Я скажу так, то что, на мой взгляд, это равнозначные команды, если мы говорим о Шахтере, те или иные там уровни исполнителей, то здесь командная игра, командная организация, и соперник имел момент, имел момент в перекладину, забьем в перекладину, как бы ситуация развернулась, сложно сказать. Но как-то кого-то беречь, ну, сегодняшний день, сегодняшний матч, и принципиально важно сегодняшний день, сегодняшний матч преуспеть и победить. И еще это еще раз повторюсь, потому что, ну, я не считаю, что это слабый соперник, я не считаю, что это средний соперник, я считаю, что это сильный соперник, который мог реализовать моменты, и который, в общем-то, скажем так, игра могла пойти по другому руслу и по другому направлению. Ну, я рад, что в конечном итоге вы проведете. И заключительный вопрос. Небольшое время между матчами, это на вашу точку зрения все-таки хорошо или плохо? Есть регламент, есть решение Федерации, что мы играем в среду и мы играем в среду. Достаточно ли дней? Да, достаточно дней. Три дня это вполне достаточно, чтобы восстановиться, подготовиться и сырать в среду. Вопрос в другом, что тут ляжет конкретно и на персонал клуба, подготовить команду, и одновременно ляжет на самих футболистов, соответственно, отнестись к подготовке и именно к подготовке к восстановлению после сегодняшнего матча и предстоящего матча.